Митингу быть решили бичане, иначе как можно повлиять на рост тарифов ЖКХ? Получив квитанции за декабрь, они были шокированы цифрами в платежке. Впрочем, как и жители остальных городов районов края. Такого роста совсем не ждали, хотя обещанные 12% вроде и не были превышены. Провести митинг решили в центре Наукограда, где обычно и проходят большие публичные мероприятия, но столкнулись с непониманием властей. Администрация уведомила нас, что она считает, что проведение такого мероприятия на 2000 человек на этом месте небезопасно. Без лишь тем, что там, по ее мнению, детский нижний городок. На самой площадке детский, из детского городка, только горочка, которая стоит слева, вот цена небольшая. То есть, проведение мероприятий никак это не мешает. С другой стороны, площадка, которую они предлагают, расположена в 9 километров от центра города. До речи, куда сложно, в общем-то, граждане жалуются, что сложно вообще добраться на общественном транспорте. Такой ответ от чиновников Бейчан не устроил, и они написали очередное письмо в мэрию. Если и на этот раз желаемое место проведения митинга в администрации не согласуют, активисты пойдут в суд. Тем временем в Барнауле продолжается сбор подписей от жителей края против роста тарифов ЖКХ. На данный момент собрано уже 7 тысяч подписей. Я уже, понятное дело, потеряла счет. Сначала все пересчитывала, а сейчас уже просто страницами, листами считаю. Наиболее активны в этом вопросе как раз представители Бийска и Заринска. Но подписи под письмом, адресованным премьер-министру России Михаилу Мишустину, собирают во всех районах. Его суть в отмене постановления правительства, которое позволило поднять тарифы второй раз за год. Уже на следующей неделе депутат Государственной Думы Мария Прусакова отвезет документ с подписями в Москву, чтобы занести в канцелярию председателя правительства. Чтобы все-таки этого повышения вообще не было. Чтобы это постановление отменили. И чтобы у губернатора или вообще лишили права его повышать этот индекс, ну или оставили право только понижать. Потому что предыдущий губернатор, действующий губернатор еще ни разу не воспользовались правом его понизить, этот индекс. Почему-то, зная то, что у нас практически самый бедный регион. К слову, подписи собирать не перестанут и после того, как их отправят премьер-министру России. Ведь цель сбора пока не выполнена. Но активистов БИИСКа, по сути, уже готов иск, который планируют подать в суд. Они настроены решительно и хотят провести митинг против роста тарифов ЖКХ там, где желают и когда желают. Татьяна Голубева, Дмитрий Денисов. День с толком. Татьяна Голубева, День с толком.